Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире цены Западной Армении Каек Макарчан. Вопросы армян Западной Армении. Призываем предоставить Международному комитету Красного Креста доступ в Орцах через Бердзорскую дорогу. Представитель Соединенного Королевства в ООН. Ситуация крайне серьезная. Необходимо срочно найти решение. Представитель Швейцарии о кризисе в Орцахе. Пленение армянского военного правительства Армении обратилось в ЕСПЧ. Оползень в город Кешове количество погибших увеличилось. Экспертная комиссия обсудит возможность присвоения древнему приселению Тирин-Катар статуса новоагдатого памятника. Сыны Западной Армении Гагик Макарчан. Пойти на службу в армию 19-летний Гагик Макарчан должен был в 2019 году. Из-за финансовых проблем приехать из Ростова на родину Гагик не смог. Как рассказывает мама Люсине, 14 августа 2020 года сын уехал очень поспешно, решив, что должен выполнить долг перед родиной. Приобрести билет в период пандемии было довольно сложно. Маме лететь в Армению сын запретил. В военкомате Гумри поначалу Гагику отказались, сказав, что опоздал, предложив отложить службу к следующему призыву. Гагик обжаловал решение, потребовав, что вопрос был решен незамедлительно. 24 августа Гагик приступил к службе. Место службы, согласно жеребевке, выпало на Джаракан. Весть, что Гагик и друзья погибли в войской части, была опровергнута звонком, в котором Гагик сообщил маме, мы вооружены, укрылись товарищами в подвале церкви, с нами тяжело раненые, как выбраться не знаем, так как территория находится под контролем врага. Это был последний звонок Гагика. В ходе поисков родственники пытались встретиться с раненными сослуживцами, которые знали Гагика. Сослуживцы утверждали, Гагик жив и не был ранен, но где именно он находится, они не знают. Мама Люсине рассказывает, за короткое время многие успели познакомиться с Гагиком, называя сына парень с татуировками, приехавший из России. Гагик, любитель татуировок, на теле имел множество оригинальных неповторимых татуировок, одна из которых была на груди большая татуировка на армянском «Один лишь бог, не судья». Позже, когда истерзанное с ножевыми ранениями тело сына дошло до родных, в основном была поражена часть, где было написано «вбок». Полная статья про Гагика Магарчана доступна на нашем сайте. По решению Центрального комитета партии «Единение и прогресс» в феврале 1914 года был создан исполнительный комитет трех, в состав которого вошли доктор Назим, Беха Эддин Шакир и Мидхат Шикри Бей. Мнадотурецкая тройка Талат Эмбер и Джемаль действовали посредством комитета, на который была возложена вся ответственность за организацию и осуществление депортации погромов армян. Комитет, наделенный самыми широкими полномочиями, детально разработал все технические вопросы депортации и уничтожения армянского населения, такие как сроки их выселения, пути и пункты назначения, места их концентрации с целью дальнейшего уничтожения. Доктор Назим, выступая на одном из тайных заседаний партии, когда было принято окончательное решение об организации погромов армян, отметил «Армянский народ надо уничтожить до основания, чтобы в нашей стране не осталось ни одного армянина, чтобы даже имена их были преданы забвению. Сейчас идет война и такого удобного случая больше не представится. Межсотельство крупных держав и громкие протесты международной прессы останутся незамеченными. Даже если им об этом станет известно, они будут поставлены перед совершившимся фактом, и таким образом вопрос будет исчерпан. В этот раз наши действия должны носить характер полного уничтожения армян. Надо уничтожить всех до последнего. Я хочу, чтобы на этой земле жили и властвовали только турки. Пусть сгинут все не турецкие элементы, какой бы нации и религии они не принадлежали». В распоряжение комитета трех была поставлена так называемая специальная организация, созданная по решению партии молодо-турок, на которую была возложена обязанность по осуществлению геноцида против армян. Непосредственно руководителем был Шакир Беха-Эддин. Специальная организация была сформирована выпущенными с этой целью из тюрем уголовных преступников и бандитов, способных на самое жестокое преступление. 12 февраля начались увольнения армянских чиновников, аресты армянских офицеров Османской армии, формирование рабочих род из-за разоруженных армянских солдат. 18 февраля за подписью уполномоченного Центрального органа мандатурок Беха-Эддин Шакира в письмах адресованных региональным делегатам партии было сообщено о решении и программе уничтожения армян. Соединенное Королевство по-прежнему глубоко обеспокоено блокадой Бердзорской дороги, что препятствует доставке жизненно важных лекарств, медицинских услуг и других предметов первой необходимости и товаров, что приводит к серьезным гуманитарным последствиям для местного населения. Об этом на созданном по требованию Армении срочном заседании Совета безопасности ООН в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Арцахе вследствие полной блокады со стороны Баку заявил представитель Соединенного Королевства в ООН. Подчеркнув, очень важно, чтобы соблюдалось решение Международного суда ООН, обеспечивая беспрепятственное передвижение по Бердзорской дороге в двух направлениях. Мы призываем стороны во что бы то ни стало предоставить Международному комитету Красного креста доступ всеми путями, в том числе через Бердзорскую дорогу, чтобы организация могла выполнить жизненно важную работу. Все стороны должны воздерживаться от политизации гуманитарной помощи, чтобы можно было удовлетворить потребности гражданского населения. Королевство приветствует международные процессы, происходящие с участием Армении и Баку. Недавнюю встречу, организованную президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, а также усилия США в этом направлении. Призываем все стороны удвоить усилия для достижения прочного мира путем переговоров. Приблизить стороны к миру можно только с помощью дипломатии и устава ООН. Швейцария призывает Армению и Баку придерживаться своих обязательств, взятых в заявление от 9 ноября 2020 года. Также решение Международного суда ООН от 22 февраля, согласно которому Баку должен принять все возможные меры для обеспечения беспрепятственного перемешания товаров, грузов и людей по обе стороны Бердзорской дороги. Также подчеркнем, что необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для организации, осуществляющей гуманитарную деятельность, как того требует международное гуманитарное право. Призываем к гуманитарному консенсусу, чтобы гуманитарная помощь доходила до населения, которое в ней нуждается. Международный комитет Красного Креста должен беспрепятственно возобновить свою деятельность в регионе. Призываем стороны принять меры, направленные на деэскалацию напряженности, приложить усилия для нормализации отношений и заключения мирного договора. Швейцария намерена добросовестно продвигать усилия, если обе стороны заинтересованы в этом. Швейцария привержена обеспечению дальнейшего предотвращения развития гуманитарного кризиса в пределах своих полномочий, заявил представитель Швейцарии в Совете безопасности ООН. Правительство Армении обратилось в Европейский суд в связи с военнослужащим, взятым 16 августа в плен азербайджанцами, с требованием применить промежуточную меру в отношении Азербайджана. Об этом Лурер сообщил пресс-секретарь Офиса представителя Армении по международным правовым вопросам Асмик Самбелян. Ранее Минобороны Армении сообщило, что 16 августа резервист покинул боевую позицию, ведутся поисковые работы. Позже азербайджанская сторона сообщила, что задержала армянского военнослужащего. Противник не упустил случая распространить очередную дезинформацию, отметив, что была попытка диверсионного проникновения. Позже Министерство обороны Республики Армения представило видеоматериал, на котором видно, как группа военнослужащих вооруженных сил Азербайджана приближается к находящемуся на азербайджанской стороне при невыясненных обстоятельствах резервисту, беседуя с ним, далее арестовывает и перевозит в неизвестном направлении. Оползень в городке Шови. Количество погибших увеличилось. По состоянию на 16 августа количество жертв в результате схода оползня в курортном городке Шови Джавахка число погибших достигло 26. Информацию подтвердила служба управления по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел. На данный момент 7 человек считаются пропавшими без вести. Напомним, Оползень в Шови произошел 3 августа. Управление по охране памятников истории и культуры, Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, Научно-исследовательский центр историко-культурного наследия, специалисты службы по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников посетили археологические памяти Екатерин Катар Арагацотской области. Согласно сообщению Министерства, рабочая группа ознакомилась с ходом раскопок Вишапакара, проводимых в 2010 год. Были изучены границы памятников и предполагаемых охранных зон. По словам представителей общины, территория всегда считалась святыней. Имеющиеся на территории Вишапакары и наскальные рисунки сохранены общиной. В ближайшее время составленные документы будут представлены в Министерство и обсуждены экспертной комиссией для придания древнему поселению Тиран Катар статуса новоявленного памятника и установления охранной зоны. Из завершения новостей послушаем армянскую народную песню. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok